Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшние чтения 3 глава 2 послания апостола Петра и чтения из 13 главы Евангелия от Марка говорят нам об очень серьезных и важных вещах. Речь идет о конце видимого мира. При этом, конечно, говорится о том, что ни дня, ни часа никто не знает. Ни ангелы, ни даже Сын, но только Отец. Вот эта 13 глава Евангелия от Марка, она даже у богословов называется апокалипсис от Марка. Апокалипсис, вообще слово, означает откровение. Но в библейской традиции подразумевается, что это откровение именно о последних судьбах мира. Начинается она с такого эпизода, когда Иисус уже в Иерусалиме, уже был вход Господень в Иерусалим. И один из учеников обращает внимание к Господу. Видимо, он сам восхищается огромным грандиосным зданием Иерусалимского храма. Посмотри, учитель, какие стены, какие камни. Как бы за этим стоит мысль ученика и настроение его сердца. Какая грандиозна цивилизация, какие грандиозные постройки, как могустина все окружающее нас, как сильна власть царя Ирода, как сильна власть римлян, когда могут такие грандиозные сооружения создавать на века. А Господь вдруг совершенно неожиданно говорит совершенно противоположно. Видишь ли эти камни? Говорю тебе, что настанет скоро очень время, когда здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено. И когда ученики спрашивают, а когда же это будет, то первое, что Иисус им говорит, смотрите, чтобы кто не соблазнил вас. Мы знаем, что очень часто, когда появляются какие-то новые учителя духовные, новые пророки, прочее, прочее, и в средние века, и позже, и в 20-м, и в 19-м веке, сейчас начинают с того, что вот это скоро произойдет. Всякие знаки, всякие приметы, что вот это скоро будет, вот им Господь открыл, что прям буквально там на днях или через год. Но Иисус говорит, смотрите, чтобы кто не соблазнил вас, чтобы кто не обманул. Потому что одни и части никто не знает. Так что поэтому далее в этой же главе говорится, и не ходите, не гоняйтесь, будут вам говорить, вот там Иисус пришел, там пришел, ибо как молния освещает небо от края до края, так будет пришествие Сына Человеческого. Не пропустим, не может так быть, что мы не заметим этого. Заметим, это будет явно, совершенно. Так вот, как и все пророчества, вот это пророчество о будущем, из уст Иисуса, тоже содержит два плана. Первый из них – ближайший план, то есть действительно, то разрушение Русалима, которое произошло примерно через 40 лет, римские войска в ответ на восстание иудеев, которое было вызвано всякого рода притеснением, не только со стороны Рима, но и со стороны собственных иудейских землеводельцев и первосвященников, начальников и так далее. Вот такие материальные, экономические причины. Так и по причине вот такой духовной гордости, что вот настало время, когда надо свергнуть владычество язычников, установить вот царство Яхве и так далее. И вот это Иисус и предрекает. Причем очень многие люди отнеслись к этому фанатично, не понимая, что восстание маленького иудейского народа против громадной римской державы, которая просралась от Британии до Индии, это попытка совершенно с негодными средствами. Мы полагали, что вот подобно тому, как Бог пришел на помощь в момент перехода через Черное море, когда казалось бы, вот сейчас все народ весь, так сказать, погибнет от рук египетского войска, но народ прошел сквозь воды, а войско было потоплено водами моря. Так Бог, так сказать, спас Израиль. Что то же самое произойдет и во время такого восстания. Но это не произошло, и в 70-м году храм был разрушен. Это действительно все буквально исполнилось. И сейчас от этого грандиозного храма осталось только до сих пор маленький кусочек стены, так называемая стена плача, где иудеи приходят действительно оплакивать всю прошлую историю и так далее. Это уже другой вопрос. Но так или иначе, а другой план действительно о концах истории. Подобно тому, как первый мир погиб за свое нечестье от вод потопа, так вот этот мир, который перед нами, он погибнет от огня. Небеса возгорятся, земля погибнет и так далее. Ну, вот тогда это оказалось, может быть, таким сверхъестественным, фантастическим. Но вот сейчас, когда имеется термоядерное оружие, мы все понимаем, что это может произойти в любой момент, внезапно, потому что это достаточно, чтобы уничтожить всю цивилизацию. Столько людей наделали этого оружия. Но Господь говорит, что, через апостол Петр об этом говорит, что Господь долго терпит, чтобы как можно больше людей спаслись и пришли к познанию истины. Но так или иначе, христианство нам говорит о том, что история мира будет иметь свой конец. И в отличие от античных воззрений, что мир представляет собой некий цикл, что заканчивается один цикл, потом начнется другой. И многие греческие философы все об этом писали. Христиан, Платон, там, Аристосин. Что вот снова появятся те же самые деревни, те же самые города, те же самые философы. Потом это погибнет, а потом опять все то же самое. Так вот такие циклы. В отличие от этого, уже такие материстические воззрения говорят о том, нет, все время будет цивилизация, все будет очень хорошо, все будет прекрасно. Вот даже вчера у меня был диспут с одним атеистом на канале Спас. И я когда его спрашиваю, ну хорошо, вот не верите в Бога, нет ничего, нет только материя. А как себе представляете, откуда вообще смерть появился? Откуда вот все мы, все это? Как вы это себе представляете? Ну вот наука, так сказать, постепенно это откроется, сейчас она развивается, вот наука и как нам наука это объяснит. Ну вы знаете, наука объясняет на материальные вещи, а не первой причины мира. Существуют вечные вопросы, на которые наука не отвечает, потому что она исследует мир с помощью эксперимента. А какой может поставить эксперимент по поводу, так сказать, возникновения Вселенной? Это не под силу науки, это не ее предмет. Но так или иначе, вот такое убеждение цивилизации, что все будет идти по восходящей, что эволюция, средства жизни, все будет хорошо, прекрасно, чем дальше, тем лучше. А вот Библия нам говорит о другом. И апокалипсис от Иоанна тоже говорит о том, что по мере истории, хода истории, будет как бы возрастать поляризация сил добра и сил зла. Умножаться будет и силы добра, и силы зла. И в конечном итоге, в общем-то, ожидается именно такой конец мира. Сила небесная поколеблется, звезды там спадут и так далее. То есть мы представляем, что вот это завершается. Но при этом не общая гибель, а новое небо и новая земля, на которых будет господствовать правда. И вот в эту новую землю, новый мир мы с вами войдем. Войдем, но не такие, какие мы есть, а войдет только то, что в нас есть доброе, хорошее. А все остальное, злое, грехи и так далее, это все сгорит. Вопрос только в том, что же от нас останется, если мы жизнь посвящали каким-либо пустякам. И вот почему нам так важно возрастать именно в делу недобра, возрастать в любви. И вот свое послание апостол Петр и как раз заканчивает такими словами. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему уже слава и ныне, и в день вечный. Аминь.